Всем здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами о способах повышения иммунитета фиалок в осенне-весенний период. Осенью и ранней весной фиалки нуждаются в более пристальном нашем внимании и уходе, поскольку перепады температур, повышенная влажность, уменьшение светового дня способствует развитию различных грибковых заболеваний, ослабленности растений и как итог появления различных вредителей. Я рекомендую в этот период уменьшить полифиалок и применять различные препараты для профилактики и лечения грибных и бактериальных болезней. Вот хочу сегодня вам подробнее рассказать о моей осенне-весенней аптечке. Такой у меня списочек самых основных препаратов, которыми я пользуюсь. Первый препарат это у меня фитоспорин М-паста. Во всех своих видео, статьях я везде всем рекомендую использовать исключительно пасту. В пасте намного больше живых организмов, чем порошки. Фитоспорин М-паста. Свойства. Улучшается вентиляция почвы и усваивая питательных веществ корнями растений. Угнетается жизнедеятельность паразитов. Образуется колония осиной палочки, которая занимает свободное пространство и не дает возможности размножаться бактериям и грибкам. Снижается фактор стресса, становится выше устойчивость к заболеваниям. Самое важное, активизируется иммунитет и улучшается процесс обмена. Данный препарат, он борется с патогенной микрофлорой и оберегает растения от повторного заражения. Как я применяю пасту фитоспорин М? Я развожу одну упаковку пасты, вот такую вот, в одном литре воды. Добавляю минеральное удобрение по инструкции к нему. Например, если у вас удобрение Этиса, там у вас написано, по-моему, один колпачок, там на литр воды. Вот вы точно так же применяете вот это удобрение вместе с фитоспорином в одном литре воды. И настаиваю данный я раствор примерно 5-6 дней обязательно в темном месте. И в дальнейшем использую для полива неполную чайную ложку, это примерно 1-2 миллилитра на 1 литр воды. Готовый концентрат можно хранить в холодильнике на нижней полке. Срок хранения разведенного фитоспорина на упаковке написано на протяжении всего сезона, но это, я так понимаю, 4-6 месяцев. Хотя я бы поспорила с этими сроками хранения, поскольку сам препарат вот в закрытой упаковке хранится 4 года, ну годень 4 года. В холодильнике мы как бы затормаживаем рост сяной палочки и, скорее всего, мы продлеваем срок годности разведенного препарата. Ну, как бы могу сказать, что у меня никогда так долго не хранится препарат, поскольку я применяю его часто, практически постоянно могу сказать, что я стараюсь хотя бы через раз добавлять вот в полив, у меня в фиалке на фитильном поливе, я добавляю понемножку, как бы по чайной ложечке на литр воды, добавляю всегда себе этот раствор. Поэтому думаю, что ничего страшного в этом нет. О следующем препарате я хочу вам рассказать, это препарат Эпин. У меня, к сожалению, я вот использовала на днях последнюю упаковку, не успела добежать до магазина себе еще приобрести новую. Ну, все знают, как выглядит упаковочка Эпина. Это там такая пластиковая, пластмассовая ампулка с самим препаратом. Что же такое Эпин? Эпин – это биологический стимулятор, он способствует поддержанию здоровой иммунной системы комнатных растений. Ну, не только комнатных, но в принципе растений. Эпин, он увеличивает скорость роста комнатных растений, значительно уменьшает время для прорастания семян, но это кому нужно. Увеличивает время цветения растений, уменьшает влияние стрессовых ситуаций. Это имеется в виду при пересадке, переездах, сквозняке, низкой температуре, когда у вас проблемы с освещением, вы засушили, перелили растения. Также Эпин защищает от вирусных инфекций, грибковых заболеваний, насекомых, вредителей. Но я обращаю ваше внимание, Эпин не лечит саму фиалку от вредителей и заболеваний. Он повышает иммунитет растений к этим заболеваниям. Эпина совместим со всеми препаратами и удобрениями для опрыскивания растений. Как из удобрений, также инсектициды, акарициды и так далее. Я всегда добавляю Эпин в готовый раствор для обработки от вредителей, от грибковых заболеваний. Когда применяю удобрения, всегда это имеется в виду по мере необходимости. Я вам сейчас расскажу, в каких случаях, какую дозу я использую, используя Эпина. Способ применения у меня обычно это путем опрыскивания. То есть, я использую одну ампулу на 5 литров воды. Для профилактики в период перепадов температур и переувлажнения можно использовать один раз в месяц. Для уменьшения влияния каких-либо стрессовых ситуаций, то можно использовать два раза в неделю. Как только ваше растение приходит в норму, то опрыскивание прекращается. Для повышения иммунитета фиалок и стимуляции их роста можно использовать циклами. Например, это вот один раз в три месяца. Примерно это вот осенне-зимний период, весенне-летний и вот в самую жару летом, это июль-август. Я обращаю ваше внимание на то, что Эпин разрушается на свету, поэтому опрыскивание следует проводить только в темное время суток. И также перед тем, как развести Эпин, следует очень тщательно подойти к выбору воды. То есть, во-первых, нужно использовать чистую кипяченую либо отфильтрованную воду, которую дополнительно подкисляют с помощью добавления лимонной кислоты. Это пропорция 0,2-0,3 грамма на литр или качественного столового уксуса. Только в этом случае ваш Эпин будет работать. В противном случае он просто выпадет в отсадок. В щелочной воде ничего хорошего вы не получите. Дальше хочу вам рассказать о таком фунгициде, как споробактерин. У меня вот есть споробактерин рассада от фитофтороза и гнилий. Некоторые добавляют его в грунт при замешивании грунта для фиалок, но я использую его путем полива. Споробактерин это биологический фунгицид для защиты овощных, плодовых, цветочных культур от грибковых и бактериальных болезней. Его свойства. Он обеспечивает профилактику и лечение грибковых и бактериальных заболеваний, профилактика мучнистой росы, фитофтороза, ложная мучнистая росы, различных корневых гнилей, черной ножки, бактериоза и так далее, серые гнили и тому подобных. Способ применения может отличаться немножко в зависимости от вида препарата. У меня споробактерин рассада. Я упаковку препарата в 20 грамм, я развожу в пол-литра 500 грамм теплой воды. Обязательно вода должна быть теплой. Добавляю одну столовую ложку сахара. Для того, чтобы эти бактерии начали работать и как бы проснулись, их надо немножко подкормить, скажем так, поэтому одна столовая ложка сахара им не помешает. Этот раствор у меня до стоит 30 минут, затем я уже вот этот раствор, раствор довожу обычной теплой водой до 5 литров и поливаю. В инструкции пишется, что можно опрыскивать этим раствором растения. Ну, как-то я считаю, что все-таки это бактерии, которые должны работать в земле, взаимодействовать с микроорганизмами, которые находятся в почве, поэтому на фиалках я практикую только полив почвы. Применяю это в основном после пересадки растений. Как бы так прям, чтобы постоянно, я не применяю. Вот сейчас как раз осенью, октябрь-ноябрь, я занимаюсь пересадкой фиалок и я вот применяю вот этот споробактерин. Очень спасает меня от различных гнилей, того же бактериоза, как бы уже пару лет у меня не было такой болезни, слава богу. Так что теперь хочу поговорить с вами о таком препарате, как янтарин. Вот такая вот бутылочка у меня, янтарин. Я использую именно вот такую вот бутылочку, я не использую таблетки с аптеки. Расскажу вам почему. Вот в этом препарате содержится 5 грамм янтарной кислоты, уже готовой. Вот именно чистый монопрепарат янтарной кислоты. А таблетированная медицинская янтарная кислота можно купить в аптеке. Но в одной аптеке у вас будет всего лишь 1 грамм этой кислоты, а все остальное у вас будут различные наполнители. Тальк, мел, какие-то дополнительные вещества, которые вообще бесполезны. Вы, конечно, можете купить эти таблетки, но, во-первых, они очень сложно растворяются в воде. И я даже не знаю, очень сложно выверить точную дозу, дозировку, которая вам необходима для использования на растении. Какие же тут есть активные вещества? Вернее, что делают активные вещества, которые находятся в янтарине? Они активируют процессы растительного биосинтеза, ускоряют формирование и рост, что очень полезно для деток фиалок. Они усиливают уже цветение уже цветущих фиалок, укрепляют иммунитет, повышают стрессоустойчивость, помогают улучшению усвоению питательных и минеральных веществ. И также они ускоряют процесс выздоровления растений, которые поражены фитопатологиями. Так что препарат довольно-таки необходим в цветоводстве. Я его применяю. Но применять его часто нельзя. Все-таки это чистая янтарная кислота. Применяю в исключительных случаях, но вот опять-таки осенью, ранней весной его можно применять. Я, конечно же, не использую все препараты одновременно. Как-то меня... Вот вы сами должны видеть по своим растениям и понимать, чем лучше именно сейчас обработать ваши растения. Расход данного препарата очень небольшой. В инструкции написано 15 миллилитров на 10 литров воды. Но если вам, например, нужно поменьше использовать воды не у всех огромной коллекции. Поэтому я рекомендую развести одну чайную ложку, это примерно 5 миллилитров янтарина, на 3 литра воды. И вот таким раствором можно провести опрыскивание или полив. Янтарин я ни с какими другими препаратами не смешиваю. То есть использую чисто один янтарин. Если, например, фитосфорин и эпин можно использовать с различными другими препаратами, то янтарин не рекомендуется использовать с различными другими препаратами. И я расскажу вам об еще одном препарате. Все, наверное, знают его. Это НВ-101. Это полностью растительный препарат. Используют, конечно, его не так часто. Именно, казалось бы, из-за его высокой стоимости. Но если посмотреть его расход, то не так уж получается, что не такой уж он и дорогой. Помимо различных микроэлементов, он содержит в себе фитогормоны. Они регулируют рост и развитие растений. И растение более лучше приспосабливается к вашим условиям выращивания. Этот препарат повышает устойчивость к заболеваниям, улучшает иммунитет и способствует росту. Его разводить очень просто. На 1 литр воды можно капнуть 1 каплю препарата. И поливать, и опрыстывать фиалки 1 раз в 2 недели. Это при стрессовых условиях или после пересадки. Часто тоже обрабатывать нельзя, как и любыми другими препаратами. Нужно внимательно читать инструкцию и относиться к этому очень серьезно. Данный препарат, отзывы о нем очень положительные. Прям супер-супер средство. Но я как бы применяю его не всегда, скажем так, когда вспомню. Но в осенний-весенний период имеет место быть использование вот такого вот прекрасного препарата. Хочу обратить ваше внимание, что когда я использую опрыскивание своих фиалок, понятно, что это нужно делать, когда на них нет цветоносов. Очень удобно это делать после пересадки, либо при использовании, опрыскивать детки, либо укорененные листы. При подготовке растворов я обязательно добавляю прилипатель. Для лучшего прилипания средств защиты и питания. И получается, повышается эффективность препарата и снижается их расход. И помните, что все хорошо в меру, не злоупотребляйте стимуляторами роста, иначе наоборот, их применение может привести к угнетению роста растений. Вот все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Это вот такие основные мои препараты, которые я использую. Мне хотелось бы узнать, возможно, у вас есть какие-то свои тайные секреты, как вы защищаете свои растения в осенний-весенний период. Пишите, пожалуйста, в комментариях, делитесь своим мнением. Спасибо всем для внимания.